Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В течение месяца работаю в школе по воспитательной работе. На неделе проводил эвакуацию из зданий, на которых сотрудников были ошибки. В ошибках обменили меня, моя реакция слезы, которые льются уже несколько дней. От несправедливости, как прийти в себя, я слабая. Такие вопросы задает пользователь с именем Ирина. Ну, вообще говоря, так вот однозначно сказать, от чего у вас слезы, я бы не взял. Потому что, на мой взгляд, у каждого человека может быть своя какая-то реакция на события. И то, что, например, описываете вы, может иметь непосредственно ваши причины. То есть у вас могут быть свои причины, да. Во что они могут опираться, во что они могут уходить, эти причины и, в общем и целом, аспекты того, что у вас слезы. Ну, в первую очередь, это обид. Это детская реакция. То есть для вас, для вас данное обстоятельство это триггер по регрессии в детское состояние. А вот по какой причине вы уходите в детское состояние, такое вот, ну, в такое детское состояние, это вопрос. Потому что для того, чтобы на него ответить, нужно с вами пообщаться, нужно узнать вашу историю, нужно узнать историю того, как вы пришли к воспитательной работе. Какие, скажем так, субъективные аспекты того, что вы согласились проводить эвакуацию. Насколько реалистично вы воспринимаете свои возможности, насколько реалистично вы воспринимаете факт того, что можете ошибиться, например. Потому что, если, например, вы не принимаете своих ошибок, то это не про слабость, а про, скорее, перфекционизм в этом смысле. Вот. При этом достаточно сильно, ну, на мой взгляд, бросается в глаза тот факт, что вы себя склонны как будто бы бичевать. То есть вы склонны в этой ситуации себя обвинять. Вот. И самопичевание это вот больше про наказание. А значит, эту ситуацию вы можете использовать для того, чтобы, например, подтвердить сами для себя тот факт, что вы, например, ни на что не способны. Вот. То есть подтвердить свою несостоятельность в этом смысле. А вот. Значит, что такое обида? Обида – это ожидание. Если вы плачете, то это обида. Обида – это ожидание. А что такое ожидание? Это, в общем-то, перекладывание ответственности за то, чего вы хотите на других людей. Как это работает? Вам что-то нужно. Вы чего-то хотите. Ну, например, вы хотите успешности, признания внимания. И вы ждете, что… Вот вы это сделаете… Вы сделаете то, что, например, должны. Вы сделаете то, чего от вас ждут. И вы это получите. Вот. Но… Происходит так, что не получается, например. Происходит так, что кто-то делает ошибки. И… Это не совпадает с вашими ожиданиями, и вы расстраиваетесь. На мой взгляд, здесь именно вот… Такая бородика происходит. На мой взгляд. И, соответственно, вам нужно, в первую очередь, поработать со своими ожиданиями. Во вторую очередь, поработать с детским состоянием, с детской частью своей личности, чтобы увидеть, чего вы хотите. И, в какой-то степени… Подкорректировать… То, как вы реализуете и удовлетворяете своё желание. Потому что вы можете чего-то хотеть, но способы реализации этого у вас могут быть искусственно ограничены. Так сказать. То есть вы можете себя искусственно ограничивать в том, что вам хочется. По разным причинам, на самом деле, вы можете это делать, например, потому что так привыкли, вы можете поступать таким образом, потому что по-другому не умеете. Ну, допустим, вы можете действовать так, потому что вам может казаться, что другого пути, другого способа какого-то нет. И, соответственно, это вас единственный способ. То есть глобально, что можно сказать? Глобально можно сказать, что вы на свою работу накладываете чересчур большое количество своих желаний. глобально можно выделить такой компонент. глобально. И наша задача, вот наша задача, как психологов, да, помочь вам разгрузить сферу вашей деятельности. Чтобы, условно говоря, в вашей деятельности присутствовала, ну, желательно только деятельность. И ваша в ней заинтересованность, грубо говоря. И все. Вот. Чтобы не было ничего лишнего в этом смысле. А остальные желания ваши, остальные ее потребности ваши, реализовывались бы другим способом. То есть, понимаете, если вы готовы считать себя, если вы готовы считать себя слабым в результате какой-то деятельности, где замечены другие люди, например. То это говорит о том, что у вас внутри, внутри вас, в глубине души, если угодно, есть такая готовность относиться к себе, как слабый. И это, конечно же, вопрос вашего комплекса. Это вопрос важного неврактического состояния. Вы, как бы, говорите себе, ну, я знаю, что я слабый. Я знаю, что я слабый. И то, что я буду сейчас делать, это вот, вроде как, пытаться доказать, что я не слабый. Но в то же время и я, и все другие люди знают, что я слабый. И, как бы, в общем, приводя в реальность такую концепцию, вы, в общем-то, получаете ее подтверждение. Это то, что в психологии в целом называется самосбывающимся пророчеством, когда человек чего-то боится, когда человек чего-то опасается, вот. Но, скажем так, не избегает этого, а, напротив, притягивает к себе данный элемент, именно в силу того, что он о нем думает. Вот, если вы думаете, что вы слабая, то, скорее всего, реальность будет, ну, давать вам какие-то подтверждения того, что вы на самом деле слабая. Вот. Так устроена человеческая психика в этом смысле. И, соответственно, данный подход к себе ваш, конечно же, требует коррекции. вот. А нет ничего плохого в том, чтобы быть слабой. Важно то, как вы с этим обращаетесь. С тем, что вы можете быть слабой. Вот. Важно то, как вы обращаетесь, условно говоря, со своим ребенком внутренним. Вот. Насколько вы к нему внимательны. Например. Тут еще есть такой важный аспект, что если своего внутреннего ребенка вы подавляете по тем или иным причинам, по тем или иным основаниям, то для него единственным способом о себе заявить, единственным способом себя проявить, является как раз таки вот данная позиция. То есть, позиция слез, позиция восприятия чего-то близких сердцев. Восприятие чего-то на свой счет. С другой стороны, у вас есть определенные трудности с личными границами. Когда действие других людей вы воспринимаете на свой счет, не отделяя себя от них. Не отделяя своей ответственности от других людей. Это, извините, тоже очень важный, скажем так, компонент. Взаимодействие с людьми мы, конечно, существа, вне всякого сомнения, социальные. Это правда и, как бы, отрицать, наверное, подобное достаточно глупо. Но в то же время, будучи социальными существами, нам нужно отделять себя от других людей, чтобы сохранить свою целостность, чтобы сохранить свою личность. Поскольку в данном случае можно говорить о том, что вы этого не делаете. Если можно говорить о том, что вы по отношению к себе так о себе не заботитесь, я думаю, что с личными границами у вас есть трудности. и наши задачи, как психологов, заключаются в том, чтобы помочь вам, чтобы помочь вам данную проблему решить. Вот это то, на что мне бы хотелось обратить вашу внимание, скажем так, да, вот, ну, сначала. И посвятить свое время не тому, чтобы слабо, скажем такими словами, бичеванию, а посвятить свое время тому, чтобы разобраться в этой проблеме. Увидеть, что называется в этой проблеме для себя, возможность, возможность роста своего, развития своего и так далее. вот, это очень важно. Как мне повторюсь, с этой точки зрения кажется. Понятно, что я могу быть не прав в чем-то. понятное, что я могу каких-то нюансов не видеть, не замечать, потому что вы находитесь в своей позиции. вы находитесь в своей ситуации. Но, тем не менее, я уверен, что проблема решалась. Вопрос, конечно, заключается в том, каким образом, как, в каком направлении, вот, но решаем. Вопрос только в том, хотите ли вы эту проблему решать. хотите ли вы с этой проблемой решать. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Ну, в любом случае, я вам какие-то основные направления, скажем так, предложил, а дальше решать уже вам. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, дальше решать уже вам. Вам. Как действовать и будете ли вы выбирать психолога или нет. Да, то есть, ну, будете ли вы, там, заниматься психотерапией или нет. Вот. Я думаю, что, конечно, вам нужна психотерапия, потому что, в какой-то степени, то, что вы описываете, является, ну, довольно серьезной проблемой. В плане того, что, вероятно, это только, вот, вероятно, это только один факт, который вы описали. А, может быть, есть и другие факты, которых, которых вы, например, не описываете, да, допустим. Есть факты, которых вы, которым вы не уделяете свое внимание. Вот. Есть такие факты, которым вы не посвящаете себя. А факты эти очень и очень важны. Вот. Об этом, в принципе, я хотел вам сказать. А не о том, что вы слабая или что вы чего-то не можете, или вы чего-то недостойны, или вы... чего-то у вас не получается, и так далее. Вы почему-то себе не позволяете ошибаться. Вот это очень, очень важный момент, что почему-то вы запрещаете себе ошибку. Вот. Как-то вот так вот. Ну. Как-то вот так. Получается, да, что вы себе запрещаете какие-либо ошибки. Вот. Может быть, может быть, вы запрещаете себе вообще любые ошибки. Может быть, вы запрещаете себе только некоторые ошибки. Но я надеюсь, что если этот аспект поисследовать более полно, если уделить ему внимание более полно, то вы сможете увидеть для себя пути решения. Даже если сейчас вам кажется, что таких решений нет. А на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам было это полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать работу над собой, позволит вам начать двигаться в сторону коррекции, в сторону принятия себя, возможно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго удачи. Вот. Конечно, легче всего это делать со специалистом, легче всего эти процессы. Прорабатывать именно в кемпе. Вот. В данном случае с психологом эти процессы. легче проходить и проживать и что-то для себя новое раскрывать. Вот. Но решать, конечно, вам и только вам, как по итогу быть. То есть здесь сама постановка вопроса, что называется, вызывает вопрос. Вы хотите, чтобы мы ответили вам, например, слабые вы или нет? Если мы скажем, что вы слабые, ну, вряд ли вам станет легче. Если мы скажем, что вы слабые, если мы скажем, что вы не слабые, то возникнет в таком случае резонный вопрос. Если я не слабые, то от чего же я так реагирую тогда? Вот. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, ваш вопрос заден некорректно, я бы даже сказал, в какой-то степени деструктуру. Деструктивно, потому что для нас, допустим, для психологов, в принципе, такие понятия, как слабый человек или сильный человек, не являются теми дефинициями, которые мы используем. Используем. Вот. Я даже больше скажу, что сильный человек для меня, это тот, кто к себе невнимательный, тот, кто привык в какой-то степени себя игнорировать. Не замечать чего-то в себе, не замечать своих переживаний. Для меня сильный человек, это в большей степени слабый человек. Слабый в смысле своего реагирования на окружающую его реальность и на окружающую его действительность. Для меня сильный человек, так как его обычно понимают, это человек, который избегает. избегает многих моментов, как мне кажется, в своей жизни. Поэтому вопрос о том, что считать силой, а что считать слабостью, на мой взгляд, остается открыт. Чего я желаю и вам тоже. Я вам тоже желаю, чтобы для вас этот вопрос оставался открыт. Я вам желаю того, чтобы вы немножечко старались отойти от таких категорий. Я вам желаю того, чтобы вы больше смотрели на себя, на то, что хочется вам, на то, что чувствуете вы. И позволяли, если угодно так выразиться, позволяли бы своему внутреннему ребенку своим переживаниям вас направлять. И, как мне кажется, это прямой путь к тому, чтобы почувствовать себя в этом смысле гармоничнее, защищеннее, увереннее, спокойнее и так далее. Хотя, конечно же, решать все-таки вам. На этом все. Удачи вам еще раз. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok